Доброе утро! С вами Ольга Дмитриева и Елена Краева. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами. Сегодня в программе вы увидите. Инспекция медучреждения. Глава округа Андрей Иванов проверил Татарковскую амбулаторию в Чистцах. Привлечение специалистов. Как работает программа губернатора для медработников в Одинцовском округе, расскажет наш корреспондент. Благоустройство под контролем. В Одинцовском округе ведут работы по ремонту дворовых территорий. Беседа с депутатом Дмитрий Голубков встретился с жителями поселка Лесной Городок. 21 июля в 1804 году в России приняли первый цензурный устав. Новый документ определял всю издательско-типографскую деятельность государства с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Именно первый цензурный устав лег в основу цензурной реформы 1826 года. Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем в нашей следующей рубрике. 21 июля в 1613 году в России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. Он был ближе всех по родству с прежними русскими царями. Внучатый племянник Анастасии Захарьиной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Поляки попытались помешать Михаилу Романову занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь убить его. Крестьянин Иван Сусанин решил помешать преступлению. Он завел врагов в дремучий лес. Поляки казнили Сусанина, но и сами погибли, увязнув в болотах. Венчался на царство Михаил Романов в Успенском соборе Московского Кремля. 21 июля в Турции проходит один из самых известных фестивалей Кадырга. Ежегодно на мероприятия приезжают тысячи людей, представителей различных этнических групп, для того, чтобы праздновать и танцевать под манящие звуки барабана, киманчи и свирели. Интересно, что турецкие народные инструменты играют символичную роль. Так, например, свирель в народе называют пастушьим рожком. Из давних времен в народе известно поверье, что с ее помощью пастух собирает и пасет стадо. Также принято, что в этот день забывается вражда, которая возникла в древности между общинами, живущими в районе Кадырга. Сегодня отмечают международный праздник – День вредной еды. Неудивительно, что появился он в США, ведь именно в Америке самые популярные продукты относятся к вредной категории. Это привело к тому, что там самый большой процент ожирения населения в мире – около 40%. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году у 41% всего населения Земли будет избыточный вес. Также сегодня в США отмечают День турнира по перетягиванию каната и День водопадов в Швеции. 21 июля 1899 года в семье врача родился американский писатель Эрнест Хемингуэй. С детства мальчик много читал, а во время учебы в школе писал заметки для небольшой школьной газеты. Тогда Эрнест и решил стать писателем. Во время Первой мировой войны Хемингуэй служил в Италии. В 1918 году он был тяжело ранен, его наградили серебряной медалью за доблесть. После войны он работал журналистом в Чикаго и Торонто. А в 1953 году Хемингуэй получил пулицарскую премию за повесть «Старик и море». Также в этот день родились советский живописец Владимир Серов, российский писатель-сатирик Михаил Задорнов и французский астроном Жан Пикар. Глава округа Андрей Иванов проверил Татарковскую амбулаторию в Чистцах, пообщался с сотрудниками и пациентами и узнал о работе медучреждения. Подробности в нашем следующем сюжете. График приема врачей на самом видном месте. Здесь расписаны дни и недели. В помещениях Татарковской врачебной амбулатории в поселке Чистцы много воздуха и дышится легко. Кабинеты чистые и светлые. Здание относительно новое. Амбулаторию построили 16 лет назад. Видно, как преобразилась входная группа. Ее отремонтировали в этом году. Глава округа Андрей Иванов проверил работу амбулатории. Собственно, специалисты здесь есть. Татарковская амбулатория обслуживает около 7 тысяч пациентов. Это жители поселков Чистцы, Покровский городок, Покровская, Гарь-Покровская. На сегодня в медучреждении есть терапевт, педиатр, гинеколог, хирург и другие специалисты. Ознакомиться со всем перечнем услуг можно на официальном сайте амбулатории или записаться на прием онлайн. Мы обращаемся к главному врачу, заму по клиникам. И практически в течение нескольких дней все наши пожелания выполняются. В амбулатории есть и аппарат для ультразвуковых исследований, но пока без специалиста. Этот вопрос решится в ближайшее время. Тем более, что в регионе действует несколько социальных программ для привлечения врачей. Раис Киян, Алтынай Урумбаева, телекомпания Одинцова. Привлечение медицинских специалистов в Московскую область – одна из первостепенных задач правительства и губернатора Андрея Воробьева. Для этого в Подмосковье работают различные социальные программы для врачей. Какая поддержка оказывается специалистам в Одинцовском округе, расскажет Екатерина Крамор. В Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева активно реализуют программы по привлечению врачей. В их числе социальная ипотека, льготная аренда жилья, земельные участки, программа «Приведи друга». Это и целевой набор, который мы размещаем. И самое главное – это программа льготной ипотеки. Ее получает врач, который гарантирует, что будет здесь работать 10 лет. И мы компенсируем 20 тысяч рублей для 35 специальностей на аренду жилья. Также в Подмосковье работают социальные программы по привлечению медиков из других регионов. Мария приехала в Одинцово из Краснодарского края около 6 лет назад. Именно тогда и поставила перед собой цель обзавестись собственным жильем. О программе социальной ипотеки узнала случайно от коллег. Эта программа очень важна, особенно для молодых специалистов с маленькими детьми, потому что самим приобрести жилье – это вообще невозможно. Очень долго придется собирать, откладывать, всем себе отказывать, деткам отказывать. И это очень такое большое подспорье для молодых специалистов. Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России. Студенты, заключившие целевые договоры, поступают в различные медицинские университеты и другие учебные заведения Москвы. Обучающимся необходимо подкреплять теоретические знания практикой. Так, в июле в Звенигородское подразделение Одинцовской областной больницы приехали пять студентов из Астрахани. Многие из них планируют вернуться на работу в Звенигород после окончания обучения. На выбор молодых медиков влияют и программы социальной поддержки, которые действуют в Подмосковье. По социальной программе для медицинских работников мы, если это сельская местность, они получают миллион. Если это городская местность, у них есть, во-первых, благодаря есть программе Минздрава по компенсации жилья. И есть отдельная программа для Одинцовского городского округа администрации, где тоже выплачивается за съем жилья определенная компенсация. Плюс к этому есть программа по социальной ипотеке для молодых специалистов. Система здравоохранения продолжает развиваться. В Одинцовском округе ремонтируют и строят медучреждения и фельдшерско-акушерские пункты. Так, в этом году открыли ФАП в Савинской Слободе, отремонтировали Акуловскую амбулаторию и Голицынскую поликлинику. В августе запланировано открытие поликлиники в Ромашкове. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Жителям страны предложили принять участие в конкурсе по созданию оригинального варианта слова «Россия». Участникам игры предстоит выложить слово из старых и современных вариантов шрифта. Для создания доступен как обычный, так и арт-вариант шрифтов. Для этого необходимо зайти на официальный сайт и включить воображение. Самые лучшие и уникальные результаты опубликуют в телеграм-канале «Россия. Поехали». Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В Московской области в рамках проекта «Стоматология. Перезагрузка» стали чаще проводить диагностику новообразований полости рта. Она позволяет вовремя обнаружить развитие опасной патологии. Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет ее в полость рта. Любое отклонение от нормы светится по-другому. Диагностика проводится бесплатно. Выставка «От отца к сыну, от художника к мастеру» открылась в Подмосковном музее-заповеднике Абрамцево. Ее приурочили к году педагога и наставника. Экспозиция рассказывает о благотворительном проекте семьи Мамонтовых по обучению детей художественным ремеслам, а также о том, как из-за увлечения народным искусством возникли знаменитые абрамцевские художественные промыслы. Выставка открыта до 24 сентября. Сотрудники ГУСТ совместно с представителями Минэкологии и МВД продолжают проверки перевозчиков отходов строительства, сноса и грунта с целью недопущения образования несанкционированных свалок и их вредного воздействия на окружающую среду. Нарушение требований грозит штрафом в размере от 40 до 70 тысяч рублей для физических лиц, от 60 до 200 тысяч рублей для юридических. Работы по ремонту дворовых территорий под контролем губернатора Андрея Воробьева. Они должны быть максимально удобными для жителей разных категорий, от малышей до пожилых людей. Об изменениях в нашем округе в сюжете Полины Баховой. Большинство жителей хотят видеть красивую, чистую и максимально удобную придомовую территорию. Поэтому губернатор Подмосковья поручил уделять особое внимание их благоустройству. Задача властей региона – дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых. На 29 объектах Одинцовского округа уже идут работы по благоустройству дворов. Всего отремонтируют 104 тысячи квадратных метров твердых покрытий. А это значительно больше по сравнению с прошлым годом. Хочется отметить, что в 2022 году было отремонтировано 49 тысяч квадратных метров покрытий. То есть прирост по сравнению с предыдущим годом составит 47%. Обновят проезды и дорожки, которыми пользуются жители. Значительно расширят парковки. Появится свыше 1200 новых машиномест. По губернаторской программе народные тропы проложат 27 новых маршрутов. Андрей Иванов поручил проконтролировать, чтобы все работы выполняли в срок. У нас крайняя точка, когда мы должны выйти со дворов 20 августа. Еще раз прошу отрабатывать себя с подрядчиками. И сейчас найти и систему мотивации. И договориться с теми, кто добросовестно работает, быстрее провести работы. Для этого решили четко фиксировать график проведения работ в специальной программе. И вводить штрафы при просрочках. А также осуществлять ежедневный независимый контроль каждой территории. Работы по благоустройству дворов в Жаворонках, Юдине и по улице маршала Жукова уже завершили. Преобразования в поселке путевой машинной станции не могут не радовать. Раньше было ежесекал ноги, а теперь по асфальту. Подходим ноги чистые. Особенно мамочкам тяжело с колясками, пенсионерам тяжело с колясками ходить. Поэтому на сегодняшний день мы благодарны, что вот здесь действительно делают такое чудо для всех нас. И для будущего, и для нас. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». В Москве открылась регистрация на шестой международный интерактивный фестиваль современного искусства. Ежегодно он проходит в Манеже. В этом году там представят более 200 картин 43 художников из 16 стран мира. В рамках фестиваля будут работать лектории и творческая зона, в которой все желающие смогут попробовать себя в роли художника под руководством куратора. Для людей с ограниченными возможностями здоровья разработана инклюзивная программа. О других событиях в столице смотрим в следующей рубрике. В Москве откроют Музей культуры стран Африки. Расположится он в здании бывшего Государственного центра современного искусства. Там планируют создать экспозицию, посвященную истории дипломатических и культурных отношений между государствами Африканского континента и Россией. На портале «Узнай Москву» опубликовали новый маршрут. Он посвящен поэту Евгению Евтушенко. Это не только дань памяти, но и возможность вернуться в московскую часть его творческой биографии. Во время путешествия пользователи узнают о поэте как о личности, его детстве и юности, первых успехов в творчестве, вспомнят строки из стихотворений. Участникам предлагают посетить район Марьино-Роща, где проходили школьные годы поэта, патриаршие пруды, Центральный дом литератора и Политехнический музей. Названы самые популярные летние вакансии в столице. Среди них упаковщик и менеджер по персоналу. Эксперты отметили, что многие ищут работу именно летом, так как конкуренция среди соискателей снижается из-за сезона отпусков. Еще одним лидером сезонных вакансий стала профессия строитель и работник торгового зала. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Беседа с депутатом. Дмитрий Голубков встретился с жителями поселка Лесной городок. Урок безопасности. Как вести себя, если вы заблудились в лесу, рассказали профильные специалисты. Новости Афиша. О развлекательных мероприятиях в округе на предстоящие выходные расскажем в нашей постоянной рубрике. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с жителями поселка Лесной городок. Они обсудили основные вопросы по благоустройству и развитию территории. Подробности у Екатерины Крамор. Новые социальные объекты, благоустройство и планы на будущее. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с жителями поселка Лесной городок. На встрече также присутствовал коллектив Федерального научного центра овощеводства. Мы обсудили работу депутатскую в рамках работы Дмитрия Аркадьевича Голубкова, который считался в 2022 год. Также я считался в своей работе в рамках уже Одинцовского городского совета депутатов. Мы рассказали о тех мерах поддержки, которые выполняем на уровне нашего муниципалитета и Московской области. Парламентарий поблагодарил сотрудников предприятия за профессиональный подход к своему делу. Вы закладываете основу продовольственной безопасности нашего государства, разрабатываете важнейшие решения, важнейшие технологии, которые будут способствовать обеспечению продовольствия. Одной из важных тем встречи стала модернизация водозаборного узла в поселке. Работы начнут в следующем году. Реконструированный ВЗУ решит многие проблемы жителей. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. На Крымском полуострове археологи нашли фрагменты мраморной статуи на месте античного городища. Предположительно, фрагмент может быть частью статуи царя Фарнака, представленного в образе Зевса. Специалисты говорят, что артефакт такой сохранности удалось найти впервые за все время исследований. Ранее на этой же территории археологи обнаружили элементы античного храма. Новости России. Смотрим далее. В Суздале пройдет ежегодный забег по природному рельефу с элементами кросса на дистанции от 5 до 100 километров. Для юных атлетов на 1,3 километра. В этом году в мероприятиях будут участвовать 6000 человек из 17 стран мира, в том числе 70 профессиональных спортсменов. Трасса пройдет по живописному маршруту мимо сотен достопримечательностей Суздаля и Владимирской области, мимо родового имения русского полководца Суворова. Забеги будут проходить как в утреннее, так и в ночное время. Все, кто финиширует, получат деревянные медали, на которых настоящие кузнецы выжгут пройденную дистанцию на огневой наковальне. Внутренний туристический поток в России с начала этого года вырос на 15%. Самым востребованным летним видом отдыха остается пляжный. Курортные места Краснодарского края, Сочи, заполнены практически на 70-80%. Анапа, Адлер, Геленджик на 90-100%. Стоит отметить, что после пандемии вырос интерес к санаторно-курортному лечению. В российском геронтологическом научно-клиническом центре имени Пирогова создали крупнейший банк биоматериала долгожителей и супердолгожителей страны. К ним относятся люди старше 100 лет. Туда вошли данные уже свыше 5000 человек. Всего в биобанке хранится порядка 35 тысяч пробирок с образцами. Такие люди – большая редкость. Они имеют так называемый генздоровье, за счет которого у них наступает манифестация многих возрастных болезней. Ученые рассказали, что эти образцы в каком-то смысле могут помочь раскрыть секреты молодости и здоровья. Из лесов Одинцовского округа с 2022 года вывели 67 человек, 15 из них – дети. Все они заблудились и самостоятельно выйти не смогли. Спасли людей полицейские и представители поисковых отрядов. Что нужно делать, если вы все-таки потерялись в лесной чаще, узнала Алтаная Урумбаева. Скажите мне, вы все ходите в лес за грибами? Любите это дело? И запретить мы вам этого не можем? Запретить ходить за грибами полицейские действительно не могут. А вот напомнить элементарные правила безопасности в лесу вполне уместно. В Одинцовском округе, как и в любом другом уголке нашей страны, обстановка с пропажей людей не чрезвычайная. Но случается всякое. И чтобы таких ситуаций и вовсе не было, поисковики проводят профилактические встречи. Бывает, что в день по несколько человек одновременно у нас теряются в разных точках Одинцовского района. И одновременно занимаемся поисками нескольких людей. Поэтому понедельник, вторник и среда – это затишье. Начиная уже с четверга, каждый день по несколько человек – это прям уже как правило. Сегодня полицейские и поисковики ведут профилактическую беседу с членами активного долголетия. Именно люди пожилого возраста чаще остальных проводят время в лесу, любят ходить за грибами, гулять с внуками. У нас было, наверное, человека три. Мы как-то так за грибами пошли и потерялись. Я уже не знаю, куда идти. Очень долго. Как правило, очень много грибов, когда теряешься. Идешь и смотришь, уже класть некуда. Ну что, походили, походили где-то часик, может полтора. Все-таки вышли к своим. Услышали голоса. Конечно, если солнечная погода, то я смотрю на солнце, куда оно светит. В спину мне или сбоку. И уже в обратную сторону я, соответственно, меняю вот это направление и выхожу. Собираясь в лес, позаботьтесь о безопасности. Первым делом сообщите близким, куда именно вы идете. Тогда, если заблудитесь, искать вас будет проще. С собой на прогулку необходимо взять воду, еду, теплые вещи, полностью заряженный телефон. Он будет работать, даже если не будет связи. Звонить нужно не родственникам, а по номеру 112. Кроме полицейских, о правилах безопасности в этот день рассказали добровольцы поисково-спасательного отряда. Одевайтесь ярко, потому что в этом случае вас будут в лесу видно, заметно и проще найти в случае какой-то непредвиденной ситуации. Возьмите свисток. Если голос сорвете, можно будет свистеть, отвечать. И главное, когда вы пошли в лес, если все-таки вы по какой-то причине там не смогли выйти сами, не паникуйте. Звоните 112, никуда не ходите. Следуйте просто указаниям оператора, с которым вас соединят. Этот оператор постарается вас локализовать и даст вам точные инструкции, что делать. Если вы заблудились, а телефона нет, оставайтесь на месте. Наугад выбирать направление – это заблудиться еще больше. Найдите поляну, разведите костер и готовьтесь к ночлегу. Родственники начнут поиски и вас обязательно спасут. Алтана Урумбаева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Поляна сказок в парке Захарова в Больших Веземах – одна из главных площадок для проведения незабываемого отдыха в выходные дни. Здесь всегда проходит масса активностей на любой вкус для детей и взрослых. Например, в это воскресенье в час дня гостей ждет интерактивная игровая программа «Народные игры и забавы». Она познакомит с игровой культурой России, научит детей общаться и взаимодействовать в коллективе, поможет развить ловкость и смекалку. О других мероприятиях предстоящих выходных вы узнаете в нашей рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша» о самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Традиционно в эти выходные жители и гостей Одинцовского округа ждет много развлечений и спортивных мероприятий. В эту субботу в селе Савинская Слобода на улице Юбилейная, дом 80А в 11 часов начнутся игры нашего двора. Это веселый праздник, словно из детства, где можно будет поиграть в старые добрые дворовые игры всей семьей. Любители настольных игр ждут в Театре сказок Парка Захарова в 12 часов. Кубики, пазлы, шахматы, домино и другие развлечения на эрудицию – это возможность интересно провести время, а также пообщаться и обрести новых друзей. Видеолекторик 135-летию со дня рождения педагога и писателя Антона Макаренко начнется в 12.00 в библиотеке поселка Санатория имени Герцена. Участникам покажут биографический художественный фильм. На поляне сказок Парка Захарова в час дня проведут интерактивную экскурсию со сказочницей. Там вы можете встретиться с самыми известными персонажами сказок Пушкина, побывать в волшебной стране Лукоморья, поучаствовать в викторине и поиграть в старинные русские народные игры. В 14.30 в Первой Звенигородской библиотеке пройдет литературный квиз «Жизнь и творчество» Владимира Маяковского. Он приурочен к 130-летию писателя в рамках летнего читального зала «Библиотворик». Участники квиза познакомятся с биографией и творчеством великого поэта. Это диско. В 5 вечера на спортивной площадке по улице школьный поселок Дом 8 в Больших Веземах всех приглашают потанцевать. Хиты советской эстрады, песни 80-х и 90-х, любимые мелодии с детства не дадут скучать. Кроме танцев в программе праздника будут веселые конкурсы, призы и фотозона. В воскресенье 23 июля в Театре сказок Парка Захарова всех ждут на мастер-класс «Картина пластилином». Там вас научат рисовать пластилином. В музее Танеева в Дюдьково в 2 часа дня ценители фортепианной музыки смогут насладиться концертом. Произведение для фортепиано русских и зарубежных композиторов исполнит Любовь Малиновская, преподаватель музыкального училища джазового и эстрадного искусства при Российской академии музыки имени Гнесиных. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. Многоразовый космический корабль может запустить Китай в 2027 году. Его будут использовать как для полетов на околоземную орбиту, так и для исследования Луны и даже дальнего космоса. Прототип этого аппарата успешно завершил 67-часовой испытательный полет. У нового космического корабля пока нет названия. Его выберут по итогам конкурса с участием общественности. О других новостях, которые происходили в мире, расскажем прямо сейчас. В Великобритании начнут проверять возраст мигрантов при помощи МРТ и рентгена. Такую меру решили ввести после того, как 41-летний мужчина выдал себя за несовершеннолетнего, чтобы запросить убежище. Нелегалам, которые называют себя детьми, будут делать рентген зубов мудрости, рук или запястьей. В Великобритании оставалось одной из немногих стран, где не используют научные методы для проверки возраста у соискателей убежища. Сейчас сотрудники миграционных органов страны оценивают возраст беженцев по поведению и особенностям речи. Чешские археологи проплыли 550 километров по Эгейскому морю на копии доисторической лодки. Они повторили путь древних земледельцев. Экспедиция профессора археологии и его команды заняла около месяца. Они хотели выяснить, как по похожим маршрутам передвигались первые местные земледельцы. Начали с греческого острова Самос у побережья Турции. И через множество других островов дошли до Пелопоннеса в Греции. Это уже четвертый подобный эксперимент. Слет сотен золотистых ретриверов прошел в Шотландии. Водельцы этой породы встретились, чтобы отметить день рождения первых щенков этого вида. Они родились 155 лет назад. Вывел породу аристократ сэр Дадли Марджер Бэнкс. Ему нужна была собака для охоты. Сегодня опытные заводчики тщательно заботятся о защите качеств и темперамента собак, чтобы сохранить золотистых ретриверов в их первозданном виде. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 19-21. Ночью 13-15 градусов тепла. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. В студии были Елена Краева и Ольга Дмитриева. Не забывайте, что сегодня пятница. Мы вам желаем прекрасных выходных. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok